Здравствуйте, дорогие друзья! На вашем общественном телевидении программа «В сиянии рамп» и с вами ее автор и ведущая Лариса Габитова. А у нас в гостях сегодня певец, чья сценическая площадка уже давно стал земной мир, земной шар. Он выступает в лучших театрах мира, в лучших концертных залах мира, работает с лучшими режиссерами, с лучшими дирижерами. У нас сегодня в гостях народный артист России, лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Фортиссимо», лауреат «Золотого софита» высшей театральной премии Василий Гевелло. Здравствуйте, всем привет! Здравствуй, Вася! Привет! Я очень-очень рада приветствовать тебя, потому что в городе сейчас тебя можно услышать, иметь счастье очень-очень редко. Какое счастье находиться в таком городе, сегодня встретиться с прекрасной, красивой женщиной, Ларишка. Очень приятно, что не забывайте меня, хотя я путешествую очень много, но зато сегодня прекрасный день, шикарная погода. Да. Вот прошел красивый, замечательный такой праздник, как Пасха. Да. Сейчас мы находимся перед великим праздником 9 мая. Кстати, у меня 6 мая будет огромный, большой, прекрасный праздничный концерт для нашего города, для наших ветеранов. Так что я с удовольствием выйду в БКЗ, большой концертный зал Октябрьский, и буду петь для моих дорогих ветеранов. И не только для моих друзей, для всех, для нашего города. Это замечательно, огромное счастье видеть тебя на сцене. Ну, сейчас ты уже в Петербурге бываешь только под своим контрактным спектаклем и на фестиваль «Белую ночь», да? То есть вот уже ты теперь такой залетный гость, а все-таки основные площадки твои на Западе, правда? Ну, все равно, как бы там ни было, и, конечно, приходится петь и там, и там, и сям, как ты сказала, лучшие площадки, лучшие дирижеры. Слава тебе, Господи, что так все получается, потому что артист должен иметь лучшие площадки, лучшие, а не лучших не бывает. У артиста любая площадка, она лучшая, если он выступает. Но, тем не менее, все-таки самая лучшая площадка, ну, не люблю это говорить, но это святая сцена, это такая для меня, это Мариинский театр, и, конечно, сцена Мариинского театра. Это Мариинский театр, это, конечно, труппа Мариинского театра, мои коллеги, коллеги-друзья, замечательные ребята, потому что, ну что, легко, это дом мой. Ну, знаешь, Вася, все-таки нужно говорить в таких эпитетах больших, потому что много хороших певцов у нас в России, но мало у кого такая фортуна и такая судьба. И знаешь это почему? Я тебе скажу почему. Потому что в твоем пении настолько много искренности, настолько много души, погружения вот в истинную сути природы музыки, что никого не обманешь, ни зрителя, ни импресарио, ни фортуну не обманешь, а вот эти вот истоки все-таки, наверное, в народной музыке. Да, все-таки, как мы говорили, что я все-таки родом западной Украины. Конечно, я родился не на балконе, как мы говорим, я знаю, как взять сапку, как взять лопатку, знаю, где все, как картошка растет, как хлеб растет. Так что в этом смысле мне повезло, конечно, но я родился все-таки, Буковина, один из самых певучих мест на земле, можно так сказать, да? Все-таки Карпаты, Черновцы, замечательный, замечательный, замечательный край. Много шикарных, талантливых певцов. Конечно, столько из Буковины вышло прекрасных-прекрасных музыкантов. Так что и Боженька посмотрела в нашу сторону, сказала, Васечка, ну, едь в Питер учись. И Васечка поехал в Питер. И Васечка приехал, вот видишь, сегодня находится здесь в прекрасной студии, красивый, очаровательный ведущий. Мне повезло. Спасибо. Вась, ну, вот ты приехал в Питер, я знаю, что ты пришел сразу с такой серьезной программой в консерваторию, я читала, что ты уже пришел с такой программой, с которой выпускаются. И тебе сказали, что, зачем вы сюда пришли, вам нужно идти напротив. Ну, это правда, это правда. Когда я поступал, все-таки я в Петербург, тогда Ленинград, консерватория, ну, все-таки это знаменитая консерватория, просто так. И мы знаем, что там великие музыканты, великие профессора. Но, тем не менее, была такая у меня наглость, я приехал, увидел, победил. Конечно, программа у меня была мощная, я пел и Ренату, и Мазепа, и Паяци, и все, что они, Севильский Цирюльник, и Оланта. Ну, и когда была госкомиссия, когда принимали нас, сразу замечательный, прекрасный певец, народный артист России, Константин Ильич Плужников сказал, ну, зачем, молодой человек, вы сюда пришли? Я думаю, ну, все, не берут, можно идти обратно. Он говорит, вам надо сразу напротив. Ну, я недолго мучился в консерватории, через пару курсов я уже пел, благодаря маэстро Гергию. Он меня взял, не в стажерскую группу, сразу в труппу, и дал мне такие роли, как Фаус Валентина, Дон Карлос, Травиата, Онегин, Пиковой Дама. Так что я благодарю маэстро Гергию за то, что действительно он слышал и поверил в меня. Так что, маэстро, спасибо вам. Вась, ну тут... Я вас не подведу. Тут можно говорить о природной постановке, ведь ты до консерватории учился, ну, на каком-то инструменте, да? Да не только на инструменте, я учился еще и на вокальном, потому что у нас замечательные вокальные педагоги, те, которые заканчивали Львовскую консерваторию, Киевскую. В училище. В училище у нас прекрасная, такая Сильва Йосиповна Унуфриева, это замечательный педагог, который мне дало очень-очень много. И вот с таким багажом, как я, вот оттуда все, оттуда, с Черновцов, я пел, причем на языке оригинала, когда еще тогда ребята пели итальянскую оперу, итальянский арии по-русски, а я пел тогда уже на итальянском языке. Ну, у тебя талант же к языку. Да не знаю. Ты же сейчас говоришь просто перфекто по-итальянски, я слышала, что... Миллиграсси. И итальянцы, как тебя называют? Как хотят, так нет. Нет, они называют? Говорят все, нет, Василий, Василий. Базилио? Нет. Ну, это как бы шутка, да? Да, шутка, конечно. А так они это, они называют друг. 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 И все, у меня очень много друзей. И в Италии, и прекрасные певцы у меня друзья, и замечательные дирижеры, друзья итальянцы, и замечательные режиссеры. Так что в этом смысле мне повезло, потому что я люблю и итальянскую кухню, и я люблю вот этот солнечный край. Все-таки Италия есть Италия. Куда бы мне денись? Ну, ты сам солнечный человек. Спасибо. А знаешь как, подобное притягивает подобное. У всех звезд, они поэтому в созвездии находятся, что у них есть сила притяжения, они друг к другу притягиваются. Поэтому, конечно, человек выбирает свой круг и притягивает друзей себе равных, подобных. А я хочу вот еще продолжить разговор о твоей фортуне, потому что, ну, хорошо, ты поступил работать в театр Мариинский, тебя приняли с четвертого или с третьего курса. Пока не выгнали. Да, пока не выгнали. Но не каждого ведь услышит импресарио и сразу же даст ему такой шанс и еще с кем работать. Да, я, кстати, вот такой случай был, как раз у меня был Дон Карлос. И на этом вечере присутствовал замечательный человек, я так понимаю, потому что я уже больше 20 лет работаю с ним. Этот импресарио, как у нас принято говорить, агент, англичанин, который услышал моего Родриго, моего Дон Карлоса, роль Родриго. На второй день я уже подписал с ним контракт, что я работаю. И с тех пор, видишь, как получается, что больше 20 лет я с ним работаю. Он меня не подвел ни разу, я его ни разу не подвел. И, ну, первая у меня была на Западе самая лучшая роль севильского цирюльника, мне попалась. Причем фигару, причем с такими замечательными профессорами, как Дарио Фо, замечательный режиссер, драматург, сценарист, лауреат Нобелевской премии он и замечательный дирижер Альберто Дзеда, который, как говорится, сел на этом зубы, знаешь, как говорят у нас. Это великий профессор Росини. Так что вот мне повезло, которые первые шаги на Западе у меня были. Конечно, я до этого пел, пел концерты, но вот по-настоящему вот такая постановка, как севильский цирюльник Росини, фигару, это было сделано вот с такими великими людьми. Великими, настоящими мэтрами. Так что в этом смысле мне очень сильно повезло. Потому что фигару непростая партия. Во-первых, там очень много речитативов, надо понимать, о чем ты поешь. И трудно чисто технически вокально. Да, безусловно. Тогда в то время ты уже знал итальянский настолько, чтобы... Да, 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 потому что не было проблем. Для меня с этим как раз... Консерваторию выучил хорошо. До консерватории. И, к счастью, так и я пел в Италии, что, когда писала критика, что говорит, не видно, не слышно, что человек прожил или живет в России. Как будто всю жизнь прожил нас в Италии. Причем с каким-то там еще акцентом. Отчаянно. Отчаянно миланезе было. С каким-то таким высокородным, да? Ну, там самый лучший язык, когда мы говорим, то во Флоренции, да? То, что принято говорить. Ну, все-таки там, если ты возьмешь любой регион, там, неполитанский, он всем другой, сицилийский другой, миланский другой. Да, да. Все это диалекты, диалекты. Так что лучше знать, чем больше знаешь, тем лучше. Да, конечно. Ну, у каждого приобретается какой-то свой вдруг такой, какой-то акцент. А партии свои ты готовил здесь в Мариинском театре или все-таки... Ну, не все партии. Конечно, очень много я делал, и, конечно, в Мариинском театре, потому что у нас замечательные, замечательные музыканты. Я очень много делал, и делаю с Мишук Марины Васильевны, который прекрасный мой друг, замечательный пианист, замечательный музыкант, который можно свободно делать и Моцарт, и Верди, и русскую музыку. Так что в этом смысле мне очень сильно повезло. Да, и замечательные, вот, Ларисечка, вот ты прекрасный музыкант, с которым я могу обратиться вот так, ты никогда не... И много-много других наших замечательных пианистов, это, как называют, коучи, да? Но, тем не менее, наши прекрасные, с большой буквы, конечно, музыканты. И я благодарен, конечно, многим-многим моим друзьям, моим коллегам, что мне помогает делать партию, потому что, какие бы мы ни были, хорошие или неплохие, все равно все-таки должен быть кто-то со стороны контроля. Это очень важно, очень важно. И надо знать, что ты, хотя ты народный, хоть ты сто раз будешь народный-перенародный, а все-таки наша профессия заставляет себя в самоконтроль, и чтобы другие тебя контролировали, и чтобы всегда... Надо учиться, каждый день надо учиться, учиться. Вася, сейчас... Очень важно. Весь свой золотой репертуар, который ты приготовил, он у тебя уже есть, весь репертуар, который для твоего голоса, он уже у тебя в кармане. Очень много спето, но много еще не спето, потому что мы еще... А вот что еще не спето? О, еще много еще... Ну, вот что ты хочешь приготовить? А я не знаю, наперед это так плохо говорит, но я знаю, у меня в планах есть, вот в сентябре, если я это спою, я сразу первым доложу тебе по зоне, сказал, Ларисочка, я спел это. А что ты собираешься в сентябре спеть? А я не знаю, я тут скажу, когда спою. Так что, ну, прекрасно. Ну, такого фундаментального чего-то, мне кажется, ты все спел. Ну, из Верди практически все я спел. Из Чайковского не спел, конечно, я Мазепа, но мне еще рано, еще надо подождать. А Вагнера пока я только... спел только Тангойзер. И больше мне пока надо, тоже надо подождать. Штраус я с удовольствием подожду. Пучини не всего, но пока... Но Скарпи уже спел, правда. Эскамилью я пока еще не пел, но подожду. Надо уметь ждать, вокалист должен уметь ждать. А вот я сейчас спрашиваю не как музыкант, а как телезритель, который сейчас нас слушает и думает о том, а как голос сам заявляет, что вот сейчас тебе нужно готовить и эту партию, или же время приходит, или же возраст. Нет, может быть, что никогда время не придет, и голос не... Главное, чтобы мозги работали очень правильно, потому что мне надо рваться. Это надо, вот первое, чтобы мозги правильно работали, правильный репертуар. А второе, знаешь, есть такая штука, жадность фраера губит. Нет, не надо, не надо гоняться за длинным рублем. Лучше всегда, но долго. То есть петь. Ну, конечно. А бывает так, ребята молодые вот возьмутся за ту или иную партию, или там какие-то там ситуации, или положение такое, что ты должен выучить, должен спеть, иначе ты не будешь там-то там работать, или мы тебя не берем на контракт. И парень, там, девушка подрывается, потому что я всегда говорю, и много раз говорил, что спортсмен, замечательный человек, замечательный, сильный, тяжеловес, например. 300 килограмм в будущем можно поднять, но сразу, если он поднимет, надо рвется. То же самое и вокал. Ну, нельзя же спеть 20 лет, например, регуалету, или там Тоску Скарпио, или Вагнера. Конечно, можно. Да, и будет, наверное, это звучать и красиво, свежо, и может быть. Но, что через год тогда этот человек будет делать? Да. Все-таки это надо беречь. Но это мудрость. Боженька нам дала, это надо беречь. Надо к этому относиться очень-очень трепетно. Бережно, трепетно, и как к дару. И понимать, понимать, что это такое вот... Не каждому дано это. Все мы можем сказать, здравствуйте, добрый день, все говорят. Да. Но не каждый может спеть. Хуже, лучше, но не может. Каждый. Конечно. Кто-то поет, так что... И, в общем-то, природная мудрость тоже не каждому свойственна. Ну, это... А успех это во многом природная мудрость, когда действительно, как ты говоришь, не гнаться за длинным рублем, не гнаться за сиюминутной славой, когда вот ты это споешь, и ты будешь герой, который спел. Это все проходящее. Это все-все. Все спел и забыл. Надо делать сюда опять сначала. Забыл, спел, забыл сначала. Все сначала. Как новый день, каждый день. Каждый день как новый. И надо быть, все-таки любить свою работу, и надо очень много трудиться, очень много трудиться. Не лениться, не лениться. Лень – это все-таки не друг наш. Все-таки должны мы работоспособны быть. Потому что нам современный мир диктует, и вот мы летаем очень много через океан, туда-сюда, и чтобы привести свой организм нам через сутки, через двое, через трое, если так удается. А все-таки разница во время 8-12 часов, и ты летишь далеко 15 часов в самолете, и все-таки это надо уметь жить вот так, в таком режиме. И многие не выдерживают, многие сдают, многие... Не знаю, каждому свое. Да. Вась, очень много постановок ты разных проходишь, и во многих постановках участвуешь. Расскажи вот о двух каких-то наиболее такой триумфальной, которую действительно ты можешь сказать, что это действительно мастер делал. И вот о какой-нибудь одной концептуальной, знаешь, сейчас очень много делается. Ну, я знаю, вот скажу тебе, вот, Ильбарбера де Сивилля, который я пел, замечательный, Дарио Фо. Это одно из самых, я бы сказал, одно из лучших. Но и вторая такая вот, Симон Буканегра, была замечательная. Это Метрополитен опера, была прекрасная постановка. К сожалению, с ним и третья у меня была. Это Дзефирелли ставил Богему. Но, правда, я пел и паяцей у Метрополитен, Дзефирелли, и Кавалерий Рустикан, это было замечательно, это прекрасно. Но то, что я недавно, как недавно, в Гамбурге была постановка Трубадура, это была катастрофа, это, ну, никак не вяжется с этим делом. Я всегда говорю, ребята, возьмите чистый лист, напишите свое, и давай, ну, не портите вы этого, не мучайте этого Верди, они, уже все они сделали, не мучайте Пушкина, не мучайте Чайковского, ну, что же вы так издеваетесь над этим? И ты даже рвешь контракт. Вот я, к сожалению, или к счастью, я сказал, до свидания, и ушел. И не пел. Не был маскарад, нет. Ну, что там было такого совершенно? Ну, катастрофа, катастрофа. Ну, невозможно, когда все начинается, дело Леонора выходит в Монрико, и граф Дилун, это все происходит в морге. Ну, невозможно в морге это пить, ну, невозможно. Была жуткая пиковая дама в Мюнхене, вот я пел Пласио Думинго, я вот пел Елецкого, такой выходил пьяный Елецкий, напившийся с бутылкой виски, вы так печальны, дорогая. И там идут такие жуткие, вот как раз мой миленький дружок, жуткие оргии, с плетками там на сцене, голые, ну, как это, как это может выдержать Петр Ильич? Он же не для этого писал музыку свою гениальную. А как ты думаешь, вот откуда это вот такая вот здоровая Ну, все-таки божья кара такая, она покарает это все. Нет Бога в душе, нет Бога в голове. Нет Бога, нет интеллекта, потому что нет знания. Ну, то если нет интеллекта, значит нет Бога. Или это желание продемонстрировать себя в искусстве. Свою немощь. Потому что мне было не с чем сравнивать. А если это плохой, ну что, не так, как все. Сейчас, к сожалению, режиссеры тянут одеяло на себя, но не забывают, что эта музыка, что есть еще другое, есть там написал великий, великий композитор, и там же есть все, либерет, вот написано, прочитайте вы в конце концов, что это красные, красные, что белые, это белые, но не надо с белого делать фиолетовый пень. Ну, к сожалению, делают. Нет, к сожалению. Напишите свое, написать чистую. Это самое сложное. И покажите, какие вы великие, гениальные. Конечно, да. И не надо мучить вот этих великих людей. Они и так уже все сказали про себя. И говорят до сих пор, и будут говорить еще. А вот те, которые напишут сейчас, кто про них, забывает сразу унитаз и водичку. Пррррр, и ушло. Я читала, что тебе довелось в одном спектакле спеть две роли, об этом уже все читали, но вот я не представляю, как это технически возможно. Нет, это было в Париже, опера Бастиль, замечательный город, замечательная страна, Франция. Но я пил Томского. И за час, за час буквально до, когда я должен уйти в театр, звонок директор театра, опера Бастиль звонит, Василий спасай. Я говорю, что? Елецкий потерял голос. Что делать? Ну, как там? Ты можешь спеть сразу две партии? А замены нет? Нет, вот, к сожалению, не было. Обычно в таких великих, больших театрах, знаменитых. Есть второй состав, который называется страхует человека. На всякий случай тот или ногу сломал, или что, выходит другой, переодевается, или, может быть, не переодевается, но поет. Но так как, наверное, пожадничали для того человека, который страхует гонорар, и пришлось мне петь. И я, правда, пел. А второй актер ходил и открывал рот, что ли? Нет, не открывал, он просто бедняжка. Он потерял прекрасный баритон, шикарный парень с хорошим голосом. Но заболел, бывает, человек не робот. Это не то, что современный эти фанеру включил и пошло. Нет, это, ну, бывает, но с кем, всякое бывает. И, ну, тем не менее, я пел все, все как положено. Так что я, было, было, то есть. Ну, публика иногда даже любит вот какие-то такие моменты, когда что-то происходит, когда она видит какую-то... Ну, это была постановка Льва Абрамовича Додина как раз. Была замечательная постановка, так что прекрасный мастер Додин, Лев Абрамович, прекрасный... Нет, был хороший дирижер, Юровский Володя. Это было все прекрасно. Ну, так случилось, ну, с кем не бывает. Ну, да. Лучше, чтобы этого не было, но так получилось. Конечно, удивительно, что не было никакой замены, а именно было вот... Ну, видишь, так Бог хотел, чтобы я вышел в это... Ну, понимаешь, в двух ролях. ...продемонстрировать и Елецкую, и Томскую, потому что два разных темперамента. А ты старался как-то изменить голос, когда пел? Да, не успевал, потому что там... Ты как сюда, бедняга, бедняга, вы так печальны, дорогая. Как будто сам с собой общался. Да, сам с собой, да. Ты как сюда попал, да, здесь я в первый раз сам себе. Я говорю, ну, это смешно, но было. Смешно, но забавно. Это, знаешь, тоже может в такую вот мировую историю оперного искусства войти, как вот такой забавный курьез, потому что, ну, таких не очень много. Согласись. Ну, что, да, ну, и причем два баритона в одной опере, так... Да. Василий. Да. Ты представляешь, что у нас так быстро прилетело время? И я очень-очень рада. Скажи, пожалуйста, а Аленушка с тобой летает, когда ты постоянно? Все время. Всегда с тобой. Все время, да, ну, 25 лет. 25 лет. Летает. Да. Мы все время летаем. Как птица летает. Да, да. Летает. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пишешь. Спасибо тебе, вам, вашей прекрасной студии. Ну, что я очарован, видишь, я даже не знал, что есть такие прекрасные люди, которые в современной студии. Замечательно. Желаю тебе огромного-огромного успеха, который у тебя уже есть, но чтобы он всегда был с тобой, и здоровья тебе желаю, и благополучия твоей семье. И я тебе с Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Дорогие телезрители, вы имеете счастье услышать Василия Гирелла на сцене, и мы сейчас включим запись. До свидания. С вами была программа «Всияние рамп», и ее автор и ведущая Лариса Габитова, а с нами был народный артист России Василий Гирелла. «Всияние рамп», и ее автор и ведущая Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok